добрый день всем кто заглянул на мой канал меня зовут регина это моё окошечко в орхидейной комнате все эти мои орхидеечки вы можете посмотреть в августовском обзоре цветения ну а сегодняшнее мое видео посвящено вот этому красавцу это мой мауди у меня есть видео о его пересадки ссылочку я на него найду и она всплывет всплывет в подсказках и вот мой красавчик это первый цветочек этот первый цветочек догнал и второй цветулечек я его покупала в касторами где-то год назад ну чуть больше года назад но прошлым летом и вот он меня через год ровно через год выдал цветоносик и решил цвести двумя цветочками цветонос длинный цветонос сантиметров 50 вот этот цветочек он очень крупный кстати сейчас я измерю сколько он сантиметров параметры вот этого цветочка питалии 12 сантиметров и вот этот вот в парус вот до этого лепестка 9 сантиметров а у этого 10 10 сантиметров на на 8 вся туфелька по 5 сантиметров у обоих но у этого у старшего цветка она более такая пузатенькая более кругленькая то есть она шире и такая вот интересная интересная серединочка у него лаковая прям трогаешь ну аккуратно конечно трогаешь и она гладенькая гладенькая ну вообще интересно его рассматривать интересно его трогать это первый башмачок цветет в моей практике так у меня есть и американские гибриды и кунгалор у меня есть это все подарки вот этот мауди пока единственный башмачок который я себе купила его у меня тоже к несчастью поел клещ у меня практически вся коллекция пострадала от этого клеща и вот летом была обработка а кстати цветонос забыла сказать что цветонос оказывается 40 сантиметров мне казалось что он намного длиннее я думал сантиметров 50 ну всего 40 но на полке моей он уже не помещается он еще с первым цветочка на моей полочке не помещался у меня полки всего 40 сантиметров высоту розеточка вот это розеточка она домашняя вот он ее год растил вот такая вот крупная розетка розетка действительно крупненькая но в принципе это компактное растение очень компактная но розетка крупная по сравнению с магазина сейчас я поверну покажу и это розетка растите еще вот деточку вот листья которые пострадали от клеща вот в точечках и где-то даже вот виден оранжевый налет но уже никого нет слава богу так а вот в сравнении с магазинной розеткой вот материнская розетка с которой я его купила вот эти видите точки тоже все все это клещ и это это все материнское растение материнское растение растит еще детолёчку и тут растет еще одна деточка это деточка уже растет чистенькая хорошенькая вот это вот деточка пострадала сильно но сейчас вот конечно протирая листочки протирая постоянно чтобы проверить я понимаю конечно что это остатки жизнедеятельности этого паразита но все равно уже уже когда свяжешься с этим клещом уже потом становится страшно и даже понимая что это остатки его следы которые уже просто не оттираются все равно страшно что сейчас на ватке останутся эти мелкие паразиты так и поливаю я его замачиваем буквально на пару часов не дольше как только просохнет корневая так достать не могу одной рукой одной рукой снимаю другой рукой тяжело достать сейчас вот нижние корешочки вот нижняя часть горшочка видите она влажная и корешочки тоже внутри влажные а вот верхняя часть вот этот корешок видно что он уже просох и горшочек просох и сам корешок главное просох и вот когда через пару дней все корешочки будут вот такие вот сухонькие в таком состоянии я его и не только его но вся остаток все остальные башмаки вот в таком состоянии поливаю то сейчас пока это все влажные ясное дело я вчера их поливала никак не хочет фокусироваться камера на корнях ну то есть легко понять что корни сухие вот вот верхний корень видно что он сухой корни у шмачков вот такие вот темненькие растущие кончики светлые вот тут растущий кончик и вот он прям беленький никак не хочет моя камера это даже не камера сегодня я снимаю на телефон так вот беленький растущий кончик а потом весь оставшийся корень когда он отрастает он зеленеет ну и если у кого возникает вопрос насчет того чем я обрабатывала против клеща я обрабатывала не сараном очень хорошее средство действует и на в основном действует на яйца на личинки ну а взрослая особь погибает сама тоже через какое-то время ну тоже отравляет потому что это инсектоакарицид но даже те яйца личинки которые взрослая особь успевает отложить от между обработками эти яйца тоже погибают красавчик мой прям не нарадуюсь на него не знаю когда я соберусь снимать сентябрьский обзор цветения ну в любом случае он в цветение сентября попадает кстати вот этот первый цветочек он распустился 12 августа то есть получается что он цветет уже месяц держится месяц вот этот цветочек к сожалению не помню когда распустился намного позже конечно потому что бутончики из еще созревал где-то знаете где-то наверное в начале сентября в первых числах числа 3 может 3 от 2 3 вот припоминаю эти числа когда пыталась пытался вроде запомнить когда он распустился ну посмотрим сколько продержится цветение ну а это мои красотульки красотульки моей лапульки моей про каждую из них отдельно я рассказываю в обзоре цветения орхидей в августе так что ссылочка будет в подсказках переходите смотрите тут у меня и барио до стоит уже бутончики на новых бульбочках появились еще орхидеечки растят цветоносики вот кстати два башмака гибриды я в дело они уже крупные вот для сравнения кстати вот насчет их размеров вот видите вот какая разница вот гибрид стоит американский башмак американец и вот конколор поэтому поэтому я говорю что конколор считается компактным и есть компактное компактное растение вот многие многие башмаки вот такие вот большие и вот второй гибридик башмак они у меня это подарок от моей зрительницы подняла вот чтобы они поменьше места занимали и кстати я заметила что после того как я их подняла вот здесь вот пошли расти деточки видимо просто они получили свет к ним до них и добрался свет и они начали расти а так вот только вот стволь оголялся оголялся не знаю пока что с этим делать заглублять не заглублять но пока детки растут как бы вроде как не знаю вообще это это норму башмаков или или все-таки надо заглублять ну пока мне с ними тренироваться и тренироваться узнавать и узнавать много много интересной полезной информации и кстати еще хочу сказать что вот этот башмак мауди он есть еще и такого винного цвета тоже мауди но немножко название у него другое приплюсовывается вернее к слову мауди еще название он винного цвета и они теплолюбивые то есть они такие же как фаленопсисы в наших домашних условиях в теплых без каких-либо прям ну не знаю конкретных перепадов температур у меня например толком нет перепадов температур максимум в 3 градуса они справляются без этого преспокойно не нужна им никакая зимовка никакая прохлада никакой пересушивание ни в коем случае корешки просохли полил сразу полил как только корешки просохли так все что ли я рассказала икон калор кстати которую меня стоит а вот сейчас я вам покажу вот он вот он мой кум калор вот так вот он уже оброс титуле очками сейчас вставлю фотографии скрин каким он ко мне пришел я ему чуть не загубила корешочки чуть не залила его ну можно сказать практически залила его просто я во время спохватилась во время достала его из горшка пересадила обрезала все гнило и пересадила в прозрачный горшочек это он сейчас уже со временем так позеленел снова потому что под лампами стоит и вот тут уже растут корешочки тоже вот светленький корешочек растущий у него корней конечно намного намного меньше чем у мауди вот в основном они по низу селиться ну и надеюсь что когда-нибудь он тоже у меня засветет он тоже стеку из теплолюбивых покажу его цветение тоже ну и до кучи это у меня поливаются котлеи и здесь уже скоро 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 тут еще бутылочки есть и я так полагаю что здесь одна котлеечка вернее одна бульбочка тоже хочет цвести и у одной вроде чехольчик что ли вот этот вот вот это вот а другая бульбочка по моему вот это вот без чехольчика хочет цвести ну в общем подождем подождем увидим и эти котлеечки у меня от той же зрительницы от которой и вот эти вот два американца и еще у меня от нее маленькая деточка ринха это все у меня есть на канале все эти видео ссылочка на то видео когда когда я получила эти орха подарки я тоже вставлю подсказки так что тоже можете заглядывать на канал и вообще если вы постоянно заглядывать на канал регулярно пусть даже не на каждое видео но на интересующие вас темы то подписывайтесь на канал оставляйте комментарий ставьте лайк ну и заглядывайте также в моей группы вконтакте ссылочка на нее найдете под видео в описании ну теперь наверное буду заканчивать а то хотела показать только зеленый мауди а показала еще много чего ринг я тоже покажу я его пересаживала все эти видео впереди поэтому можете не просто подписаться на канал но и нажать на значок колокольчика чтобы не пропускать оповещение вышедших видео все всем пока всем до новых встреч удачи